Украина, Запорожская область, Михаловский район, село Братское. Наверное, самая крутая детская площадка в Запорожской области. Сейчас мы все детально посмотрим. Здесь какой-то календарь, чемпионат по футболу, команда Братская. А вот советское здание. Начнем мы с беседок. Очень все классно сделано. Тут можно делать шашлычок, там вроде меняется. Фонтанчик даже есть. Все так культурно. Классно сделано. Фонтан почему-то не работает. Ребята, фонтан работает вообще? Работает фонтан? Да, но иногда. Иногда. По праздникам? Да, когда футбол такой уже состоит. А тут что, колодец? Да, тут колодец. Питьевая вода? Я не знаю. Это отсюда войдет вода в фонтан. Там, наверное, насос, да? А в каком году построили это все? Ну, примерно, не помнишь? Ну, где-то 17-й. 17-й? Ну, где-то 17-й. А кто строил? А тут у нас дядя Бова Пержинский. Что взять? Быстро все построили? Да. Фонтан вообще очень быстро. А туристов много приезжает? Ну, да. Вот троица была. Здесь столько народу было. Там и на вышку, и на качелях, и на площадке. Тут и фонтане играют. Понял. Ну, спасибо. Пожалуйста. За информацию. А это что? Он камеру шайдал? Зачем он снимается? Мельница. Закрыто. Это открыто? Нет. А закрыли просто такие у нас дети есть. Закрывают от детей, да? Да. Просто выламывают дверь. Понял. Надо все ценить. Это замок. Я вижу. Сейчас пройдемся по замку. Вот такой вам пример для подражания большим селом Украины, в частности Запорожской области. Какие есть детские площадки. Не государственный счет строилось. А за личный счет. В башню замка поднимемся. Потом посетим Титаник. Общий вид. Там еще детская площадка. А вон там НСК Олимпийский. Футбольщик ребята гоняют. ФК Братская. В ту сторону у нас Мелитопольский район. Кстати, до Мелитополя 40 километров. Село сравнительно молодое. Было основано в 1924 году, как Димитрово. Если верить в Википедии. Первое название Димитрово. Вот, кстати, флагшток. Украина. А вот наш Титаник. Крейсер Аврора. Вау. Пушки. Здравствуйте. 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 Уже я присаловали паразитые. Лох. ПК. Кира Полина. Череха. Теперь идем на башню. А, я это показал или нет? Украина. Вот она. Украина. Отправляемся на башню. В Вавилонскую. Якорь даже есть. Башня. Сколько тут? Четыре или пять этажей. Почти как пятиэтажка. Футбольная поля. Классная, между прочим. Лавочки. Новенькие. Под лаком все. Все изроблено за властные кушты. Приезжайте, ребят. 40 км и Атмелика. А, между прочим, в ту сторону село Плодородное. Рахенфельд. Немецкое ветеранское село. А в ту сторону у нас Карлсруе. Зраскове. Вот мы и наверху. Красота. Село небольшое. Всего одна улица. Население, ну, человек 200, может, 250. Красивый вид. А фонтан работает по праздникам. Мельница немножечко крутится. От плывов ветра. Тут два здания, я заметил, с черепицей. Вон, кстати, одно прямо. И еще дальше. А вот сюда не видно. Посмотрю, что там за маркировка. Титаник. И замок. А сюда даже видно. Рахенфельд. Вон он. Вдали. Плодородное. Еще классное поле для села. Супер. 9 июня 2020 год. Будем завершать съемку. Кстати, видео с дроном будет в самом конце. До новых встреч. GoPro. Стоп видео. Будем закончены. Рахенфельд. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»